5 утра у нас веселуха маска вот так вот да скажи да вот так мы вот веселимся маска а как боялся этого мячика поначалу-то боялся сейчас рвет как тузик грелку он вырос уже в два раза вот за месяц кушает очень хорошо мальчик не шевелится мячик не интересно да да не интересно пошел поесть что ну что доброе утро мои дорогие не могла снимать видео не выкладывала потому что не было возможности но теперь высох мой цемент ночью девчонки по-другому никак ломала ломала голову взяла зацементировала вот такой прямоугольничек ну теперь снимать могу хотя бы да так что вот так голь на выдумке хитра так что с добрым утром доброе утро мои дорогие высохли мои листочки за двое суток но еще боюсь в руки брать вдруг сломаются вот это то вроде они еще сырые холодно на улице пускай еще полежат сегодня солнышко я прям проснулась из-за того что солнышко в окно засветило утром вот хочу еще сделать вот с такими листами и вот с этими цветочками канны пока вот они еще смотрите сколько там градусов то конечно холодно не знаю ой не знаю холодно ой девчонки мне сегодня одна написала даже не знаю как ее назвать даму женщина ну не дама явно написала что я шаромыжница видимо хотела обидеть а я так смеялась но она видимо не знает происхождение этого слова так что всем кто хочет обидеть таким словом и не знает что оно означает вот хочу просветить в 1812 году когда наполеон зимой уходил из сгоревшей москвы со своим войском они бедные французики они замерзали они были голодные и они стучались в дома и просили шарамини ну дорогой друг и вот от этого и произошло это слово их так стали звать шаромыжники а мне марина сестра прислала фотографии своих работ которые участвовали в всяких выставках в общем конкурсах вот я вам сегодня выложу эти фотографии она у меня человек очень талантливый творческий так что я вам выложу а вы посмотрите и напишите в комментариях как вам понравилось нет если кто-то хочет купить эти работы то надо будет договориться с ней я не знаю как она как у нее с торговлей обстоят дела самое главное посмотреть надо и повосхищаться понятно что фотографии быстро проходят но если хочется разглядеть нажмите на паузу и посмотрите что что вы что так что так что Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, может, хоть немножко-то разогреется днём, а? Ну, шо ж так холодно-то? Ну, а я в заключении хочу показать вам несколько пар серёжек. Так, какие у меня есть. Вот это всё. Маленькие-маленькие камушки. Разные. Но камушки. Не стекло, не пластик, а камушки. Так, швензу я поменяю. Если кому-то глянуться, поменяю, поставлю с замочком. Просто, когда я делала, у меня не было швенз с замком. Я так поставила. Это стекло, молочное такое стекло и бирюзовое. Вот такие симпатичненькие серёжечки. Это аметист. Ну и наверху стеклянные мелкие бусинки такие. Эти серьги я сделала для Лены Баттл. Она у нас любит всяких ведьмочков. Я прям что-то случайно нашла. У меня были такие подвесочки. Думаю, ой, надо Лене сделать. Яшма. А наверху вот эти вот, это керамические такие, как тыковки, бусинки. Ну, рисунок, понятно, не одинаковый, потому что это только на искусственных камнях можно сделать одинаковый рисунок. А тут уж как природа задумала. Вот такие вот серьги. Покупала, девочки, как раухтапаз камни. Ну, не знаю. За точность ручаться не могу. А это лаконичные такие красные серьги. Ничего я к ним не стала добавлять. Они сами за себя говорят. Стекло. Но стекло хорошее, винтажное. Не отцарапается, не пошоркается. Ну, и вот эти последние серьги, которые я сделала из перламутра. Со слониками. Это всё на сегодня. Спасибо всем, кто досмотрел. Ну, что, и вот опять день заканчивается. Не успеваешь оглянуться. Прям... И пролетел. Холодно. Ветер такой прям пронизывающий. Но, несмотря на это, мы будем ждать весну и тепло. Давайте, мои золотые, не болейте. Берегите себя. Берегите своих близких. Пусть у вас всё будет хорошо. Пусть ничего вас не тревожит, не беспокоит. Во всяком случае, я вам этого желаю. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. И всего самого-самого. Самого замечательного. Ну, и пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok